здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем солить горбушку горбушку кусочками прям стейками вот такими вот горбушка почищена хорошо промытая водой никому не верьте рыбу мыть как еду убирать слизь нее так и после не надо подавляться жителям народом крайне осерва которые из-за отсутствия из экономии воды они просто да не рыбу протирают тряпочками травой там и так далее рыба моется все вымывается почка себя вымывается все кишки все вымывается все эти какашки все это вымывается все промывается слизь вся убирается слизь препятствует просолу и еще слизь может дать такой не очень приятный вкус этот слизь потому что она тоже имеет свой такой химический состав так ну что сейчас раздел нас ты на стейки вот рыба прямо с плавниками полностью вот так вот солить она будет недолго буквально 12 часов утром сделали утром засолили сразу контейнер такой контейнер утром засолили вечером уже можно будет кушать эти стейки услугу меня уже варится про тузлук отдельно поговорим такие вот стейки прям со шкурой с чешуей чешуя лучше не снимать потому что ура тоже можно убрать чешуей сам вкус рыбы соответственно там особо удается тоже чешуя дает тоже свой вкус вот такие вот стейки горбуши горбушка после разделки 700 грамм и рыба будет малосольные не пересолиться можно сказать можно сделать даже на новогодний стол вот эту горбушу все я убрал в контейнере сейчас варится тузлук сейчас закипит и уже по тузлу куя контейнер с рыбой пока уберу в холодильник опять же по этой рыбе помойки до многие моют ну дома квартира до вода 100 процентов флорирована и хлорина хлорированной водой рыбу мыть нельзя только или бутулирована чистая колодец на этом родникова и так далее ну или хорошая фильтрована хорошую фильтрованную которую убирает хлор хлор это очень сильный окислитель поэтому именно хлорированной водой рыбу мыть нельзя все остальное чистой водой пожалуйста вот тут лучок закипел на литр воды сто двадцать грамм соли 20 грамм сахара. Все. Рыба, я говорю, не пересолится. Мы будем делать прерванным посол. Специи. Сейчас закину специи и расскажу подробнее. Здесь лавровый лист буквально 0,5 грамма. Душушечного перца 4 грамма на литр воды. Кориандр 1 грамм. И этого. Баздики 0,5 грамма. И розмарина буквально 0,3 грамма. Розмарина, да, как усилитель куста природы. Все. Специи никогда не кипятите. Ни в коем случае они просто теряют свои пирные масла во время кипячения. Вода закипела. Сняли с плитки, закинули специями. Вот он, аромат пошел, этих эфирных масел. Все. Закрыли крышкой и убрали до полного остывания. Это вот ароматную заливку. Аромат из узлука сделать. Соответственно. Рыба не пересолится. Мы, говорю, делаем прерванный посол. Если на литр воды насыпать 30 грамм соли, 40, 50 грамм даже соли, 60, 70. Это заливочные тузлуки. Эти тузлуки делаются для выравнивания рыбе по соли. Посоленная рыба уже, да, когда она укладывается в тару, заливается вот таким заливочным тузлуком, чтобы она выравнивалась по соли, соответственно, и все, она остается малосольной вкусной рыбкой. Но это уже соленая рыба, содержание в соли там 4, 5, 6 процентов, 7 и так далее. Вот. Если делать вот эти 30, 40, 50 грамм, 60 грамм соли на литр воды и заливать этим, так сказать, этим тузлуком рыбку, соответственно, она поверхностно посолится. Поверхностно. Даже вот сутки, чтобы рыба выравнилась, да, по соли, например, делать там 35 грамм соли на литр воды и на килограмм рыбы 35 грамм соли. В общем случае 70 грамм соли на литр воды засыпали, да, и типа она там выровняется по баланс, по соли. И рыба возьмет 3,5 процента соли, и сам тузлук возьмет 3,5 соль. Это не работает. Вернее, она работает, когда рыба в этом тузлуке пролежит, ну, если вот так кусочками, ей надо пролежать неделю. Но, опять же, за неделю в этом тузлуке ей надо низкую температуру. Вообще низкую, желательно 0, минус 1 такую. Потому что в этом тузлуке она просто протухнет. Она просто испортится. Поэтому ей надо лежать в холодильнике. Ей надо неделю, полторы, две. А если брать большую рыбу, да, целиком, вот как мы сейчас разделали, заливать таким тузлуком, там, 70 грамм соли, примерно, на литр воды, да, баланс вот этот, так сказать, сделать, то этой рыбе надо недели две пролежать, чтобы она просолилась до 3,5 процента соли в толще мяса. А так получается, мы посолили эту рыбу, да, вроде залили, там, сутки она постояла, достаем рыбу. Она поверхностно посоленная, все, но в толще мяса, вот там, в толще вот этого куска, да, вот здесь вот, вот туда дальше, вот здесь она будет соленая, вот здесь будет соленоватая, а там, в толще куска она просто будет сырая, да. Вы, получается, вот это едите, да, вот этот кусочек, вот этот краешек, вот этот краешек, она соленоватая, да, и, соответственно, с тем мясом мешается, и вам кажется, она малосольная. Но там мясо сырое, вы просто можете отравиться вот этим сырым мясом. Просто, ну, как сыроеды, что ли, блин. Опять же, это районы Крайнего Севера, балочистые народы. Тогда мы просто, блин, можно просто вот эту взять. Зачем ее солить на кузлу, как? Нам можно просто соль макнуть и есть, соответственно. Опять же, соль, соль, она работает с белком. Белок в рыбе, есть белок, рыбный белок. Соль работает с белком на молекулярном уровне и улучшает вкус рыбы. Она меняет консистенцию, она уплотняет рыбу, делает ее эластичной. Сахар, сахар тоже работает, он вырабатывает молочную кислоту, которая, тот же консервант для рыбы. Но сахар, опять же, с ним не переморщит, там, буквально не более, там, 1-2 процента на килограмм веса рыбы. Не более. Потому что сахар, он, опять же, подвержен брожению и все, можно рыба подкрыть всяком грибкане, всякой вот этой плесенью и так далее, короче, и тому подобное. Вот я к чему говорю. Так что тузлук, где можно, говорю, вот тузлук, начиная от 100 грамм и выше, это посолочные тузлуки. До 100 грамм. Это заливочные тузлуки для прессеров, для выравнения рыбе по соли и так далее. Вот, и мы его просто прервем, и, получается, мы вот эту рыбу зальем вот этим тузлуком, соответственно. И буквально через 12 часов при температуре засолка будет до плюс 5 градусов, за 12 часов она будет толще мяса, вот здесь, везде, она будет содержанием соли где-то 3,5-4 процента. Все. Конечно, если ее оставить в этом тузлуке там на 2, 3, 4, 5 суток, да, соответственно, она выравнится балзланц, да, и у нее будет там содержание. И опять же она будет малосольная, потому что от 4 до 6 процентов это рыба с содержанием соли, это будет считаться она малосольная рыба. От 6 и выше это слабосоленая, там дальше среднестоленая и так далее. Так что вот такие вот есть ошибки, которые многие допускают. Моют рыбу хлорированной водой, потом говорят, она побелела и так далее, окислилась, это одно. Потом рыба, так сказать, вот малой соли, да, потом поели эту сольную рыбу, заболел желудок. Это все вот от этого неправильного посола рыбы. Соль должна работать с рыбой, с белком, с жирами, жир должен просолиться в рыбе. Если жир не просолился, соответственно, оно будет прогортким, он просто, ну, окислився жир, желтизна, вот это вот, вонючий жир. Потом, если белок не просолился, сам белок, соль не проработала с белком, соответственно, белок распадается на более такие другие элементы, и потом просто запах аммиака стоит. Это вот просто тухлая рыба может начинать, она начинает оттуда тухнуть. Вот и все, так что пищевая безопасность, тузлуки от 100 грамм и выше, просто посол прерывается, там, если там крупная рыба, там, двое-трое суток она солится, или такие, там, от 6 до 12 часов она солится. Но она в этом тузлуке набирает ту соль, количество соли, мы его прерываем, сам посол, она набрала там 3,5-3 процента соли, и все, мы оттуда ее достаем. Тузлук это может, кстати, повторно потом использовать, вот этот тузлук может быть потом использоваться повторно, профильтровать, добавить слово соль, и опять солим эту рыбку. Все, как бы я, вроде уже популярно все рассказал, у себя в группе на Бусти я очень много это рассказываю. Кстати, можете подписаться на Бусти, там тоже очень много интересного, что на Ютюбе я, как бы, смысла нет рассказывать, потому что, ну, я считаю, что и смысла нет рассказывать, так как люди не понимают, что такое рыба, как с этой скумбрией, с макрелью, да? Это макрель, это скумбрия, это макрель, пока я не выпустил видеоролик, да, что такое макрель, сколько скумбрия, документы там и так далее. Вот то же самое, зачем мне это все здесь на Ютюбе выносить, когда я могу с адекватным людьми, которые интересуются рыбой, которые занимаются переработкой рыбы, которые делают рыбу там на продажу, там, которые не боятся, что она испортится, которая копченая рыба холодного копчения хранится до 95 суток. 90-95-100 суток она хранится и с ней ничего не случается, она не замыливается, никакие грибки, ничего на ней не появляется и так далее. А кота, конечно, если солить там рыбку, которую солит там по 5 часов, да, там 6 часов 35 грамм соли сыпит, эта рыба буквально через 3-4 дня, она покрывается плесенью, замыливается и таким белым налетом становится, опять же, эти грибки плесень не идут. Как бы это все лечится, но опять же, зачем это делать, потому что она лечится, опять же, в крепком тузлуке, она там заливается в крепкий тузлук, это все дело, она там лежит все это там несколько часов, потом промывается опять же холодной водой, потом снова ее вялит там и так далее. Это все лечится, но зачем это делать, когда можно сделать с первого раза малосольную вкусную рыбу и обалдело. Кстати, по вымачиванию, опять же, по этому вымачиванию, если рыба пересолилась, можно ее вымачивать, и это рекомендуется вымачивать, рыба не теряет ни вкуса, ни цвета, ничего она не теряет, она наоборот становится еще вкуснее, так как соль уже поработала, даже крепко прям с засоленной рыбой, там не знаю, там ментай, который деревянный, соль не перестает работать с белком, она все лучше работает, работает, и все улучшает рыбу. Ну, вроде все сказал, ждем остывания тузлука, заливаем рыбку, ждем 12 часов, достаем и кушаем. Так все, тузлук остыл, я его процедил, специи здесь больше не нужны, я им нужен всякий гранул и так далее, они отдали весь свой аромат в тузлук, все, они не нужны, они свою функцию выполнят. Теперь делаем, так сказать, водно-масляная заливка, берем масло, миллилитров буквально 50, рыбу вот так поливаем маслом, и заливаем вот этим тузлуком. Да, в принципе, можно висюрить, ничего страшного. Все, рыбка, чтобы не встала, она сейчас постепенно сейчас начнет всплывать все равно, и надо рыбку не то, чтобы придавить там прессом, а просто положить какой-нибудь там небольшой грузик, вот там, тарелочкой, да, у меня вот, раз вот так вот туда. И все, чтобы рыбка находилась полностью в тузлуке, чтобы зеркало рассола было выше рыбки. Все, и вот так отправляю в холодильник на 12 часов. Для чего вот эта масляная, это, вот она масляная такая, получается, пленочка, да, ну, чтобы меньше попадало кислороду туда, чтобы рыбка просаливалась, так сказать. Можно, в принципе, просто закрыть крышкой и все, ну, вот так вот тоже можно просалить и так далее. И потом, когда мы с тузлука будем вставать, да, соответственно, рыбку, эта рыбка еще покроется вот этим маслом сразу, и все, и можно будет разделывать, нарезать и кушать. На 12 часов в холодильник, а дальше уже покажу, что получилось. Ну что, друзья, продолжим. Прошло у меня даже не 12, а где-то 15 часов по времени. По времени посола этой горбушки. Вот вот такая рыбка. Сейчас я ее буду разделывать, соответственно, почему я солил ее на шкуре, потому что, ну, чтобы жиры не срезать, да, соответственно, не чистить чешую. Ну, я уже объяснял, почему я солил ее на шкуре. Вот такая вот она, видно, ароматная, просоленная рыбка. Сейчас пока разделаю, поговорим о семужном посоле, да, о рыбе семужного посола. Что такое семужный посол, откуда это пошло вообще и так далее. Семужный посол пошел именно от семги. От семги он пошел, потому что семгу разделы с семужным резом. И отсюда пошло название семужный посол этой рыбы. Также есть семужный посол киты, а есть семужный посол чавычи. Всего три вида рыбы делаются с семужного посола. Это семга, там семга лох, ну, про семгу лох я еще расскажу потом попозже. И чавычи. Все, три вида рыб делаются с семужного посола. Другие виды рыб, там, селедки и так далее, не делаются с семужного посола. При семужном посоле используется только лед и соль. Соль, там, второй, третий помол первого сорта и так далее. Используются при семужном посоле. Скажите, откуда я это беру? Я это беру из ГОСТов и технических инструкций. ГОСТы есть, да? Есть ГОСТ дальневосточный, там, лососи дальневосточные. К ним относятся все. И Горбуша, все дальневосточные лососи относятся к ГОСТу 16.08.2002 года. Сейчас разделаю. 2002 года. Вот этот ГОСТ. И, соответственно, есть в Китае семужного посола. Тоже ГОСТ старый, там, старый древний ГОСТ. 13686, по-моему, 68-го года. Он был раньше 55-го года, потом 64-го, потом 68-го. 50-го, по-моему, уже его, да не по-моему, его отменили, его нет. Все пользуются вот этим, лососи дальневосточные. Вот этим ГОСТом. Там в ГОСТе что сказано? Китае семужного посола. Сказано, там, как же все ГОСТы читают? ГОСТы читают все между строк, да. Все увидели для себя, то ли почитали невнимательно. Там четко написано. Китае семужного посола изготавливается согласно техинструкции. Техинструкции, утвержденные там и так далее. Открываем техинструкцию. Техинструкция, она рабочая, она не отменена. Техинструкцию открываем 48-й пункт. 48-й пункт техинструкции написано. Инструкция по изготовлению слабосоленой чавычи и киты семужного посола. Слабосоленой чавычи и киты семужного посола. Вот она техинструкция. Что в этой техинструкции сказано? В этой техинструкции сказано. Инструкция предусматривает порядок изготовления слабосоленой чавычи или киты семужной разделки. Березово в всемужной разделке. Именно в всемужной разделке. Почему назвали его всемужный посол? Потому что идет всемужная разделка. С применением прерванного, охлажденного посола. В чанах там и так далее. В соответствии с требованием. Опять в соответствии с требованием ГОСТа 16.08 2002 года. И согласно требованиям ГОСТа кита всемужного посола 13.686. 1968 года. Все. На всемужный посол используется только рыба с цирец или охлажденная рыба. Не заморозка, ничего. Только сырая рыба используется для всемужного посола. Выловили там 2 часа прошло. Ну я имею в виду с момента вылова разрешается не более 2 часов до переработки рыбы. Если там пересыпают крошкой, соответственно этой ледяной. То там увеличивается до 5 часов. Что выловили и до 5 часов как бы ее не перерабатывают. Доставляют до места переработки. Рыба, сама рыба по весу всемужного посола, кита, чавыча, вернее кита, только кита, кита регламентируется, должна быть весом не менее 4 килограмм. А после посола она должна быть не менее 3 килограмм. Делается, кита, кстати, допускается, ну, всемужный рез, соответственно, сделан и допускается солить ее с жабрами. Жабры удаляются только после этого кита. У чавыча удаляются шабры. У чавыча вес не регламентируется. Солится она солью. С этим. Ну, с льдом. С ледовой крошкой там расписаны соотношения и так далее. Это все есть инструкция, и все четко это все расписано. В этих инструкциях. Так вот, в этой же инструкции, но не именно вот в этой инструкции по изготовлению там слабосоленой чавычи и киты всемужного посола. Опять же повторяюсь. Слабосоленой чавычи, это сама инструкция называется, да? Инструкция по изготовлению слабосоленой чавычи и киты всемужного посола. Дальше читаем. Ну, дальше как написано. Инструкция предусматривает порядок изготовления слабосоленой чавычи и киты всемужной разделки. Значит, что подразумевает? Если она всемужного посола, значит, рыба всемужной разделки. Вот и все. Вот он весь всемужный посол. Сахар в данном случае не используется. Но в этой же инструкции есть такая, не прямо в этом разделе, а просто при засолке крупной рыбы и так далее, есть такая приписочка, что допускается использование сахара, но не более 2% к массе рыбы. Не более 2%. Допускается. Но время, сроки хранения, реализации и так далее уменьшается почти в полтора раза. Для дома, для себя, соль называют всемужным. Но это дальневосточники. Я прошу, сколько там в Дальнем Востоке. Да, называют вот этот всемужный посол. Но, скорее всего, вот который солит с сахаром, там сахар обухают, чуть ли не 50 на 50, я имею в виду, соль с сахаром мешает, чуть ли не 50 на 50 и так далее. Я думаю, это пошло больше с Азии, с Китая. Китайцы очень любят сладкое. И они научили нас, дальневосточников, вот эту вот есть рыбу с сахаром. Она не хранится. Помните, сахар, он подвержен брожению. От сахара идут грибки, всякие плесени и так далее. Минимальное количество сахара, если добавляется, то сахар, наоборот, способствует вкусовым качествам рыбы. Выделяется там молочная кислота, тоже своего рода консервант. Ну, он нестабилен, недолгий такой, но все равно. Ну, говорю, недолгое хранение с сахаром, если делается с сахаром. Сахара делаются, добавляют в пресервы, всякие там, вот, заливки всякие, там, вот, селедка, килька. Да, сахара добавляются. А именно, вот, семужный посол, именно, прорыва семужного посола, если брать, согласно тех инструкции и ГОСТу, используют только соль и лед. Ледяная крошка. И после посола, вот, когда там солится у киты, кита солится, при, если можно посолить, вот, срец, солится до 30 суток, по-моему, там, да, согласно тех инструкции, до 30 суток, лед, крошка, там, забивается, брюхо, там, жабры, голова, все это забивается. Чавыча до 40 суток. Нет, наоборот, наоборот, кита до 40 суток, чавыча до 30 суток. После она достается с этих бочек, промывается тузлуком. Кстати, рыба, там, все, по всей полости, все инструкции, при подготовке посола, она моется и до, и после, я об этом уже говорил, инструкция, кстати, есть тоже в этой же инструкции все прописано. Как моется, чем моется, зачем моется и так далее. Ну, ладно, когда ее достали с бочки, там, чана, эту рыбу, ее промывают слабым тузлуком. Слабый тузлук, один, плотность 1,07, но это где-то примерно 80-90 грамм соли на литр воды. Вот этим тузлуком она промывается хорошенько, и далее, если есть целиком, да, рыба, идет с им нужного посола, ну, уйдет в продажу. А есть кусочками, кусочки, там, разделываются до 300 грамм, это кусочки до 300 грамм упаковываются и отправляются, там, на реализацию, там, и так далее. Или слайсы, ломтики, тоже, это же уже посоленная рыба, промытая после тузлука, выравнивая стекание, там, и так далее, отправляется на реализацию, ну, или на хранение, соответственно. Вот, так вот, следующая инструкция, как раз будет по посолу, вот, 48-я инструкция, например, вот эта вот, про рыбу, чавычу. Следующая инструкция идет по посолу, как раз семги, и семги-лох. Кто такая семга-лох? Многие, отчего пошло-то название-то, лошара, там, и так далее. Семга-лох, лох, лох, это вообще в переводе с финского, да, по-моему, с финского, слово лохи. С финского переводится слово лохи, как лосось-семга. Лохи называют, лох, вот, семга-лох называют, самцов, самцы, которые идут на нерест. Когда они идут на нерест, они меняют окраску, теряют вес, почти в половину они теряют в весе, и вот эту вот рыбу называют лохом, семга-лох. Потом, пока она не восстановится, не восстановится в весе, не вернет свою назад окраску, потому что семга, она отнерестилась и назад уходит в море. Ее эту рыбу так и называют лохом, семга-лох. Вот такой вот, как сказать, ликбез по рыбе всемужного посола. А то, что там сахар сыпать, не сыпать, ну, это как бы личное дело каждого разное. Мы для себя маленько приготовили, да, съели, там, баночку положили, или заморозили, там, достали, покушали и все. Я имел в виду, как это все делается на производстве. И говорю, у нас, скорее всего, к сахару научили делать сахаром, вот этот, сбух этот сахаром, три к одному там. Ну, три к одному, это вообще уже ресторанные блюда, они вот подсолили там, она полежала, там, прибрусенка, пять-шесть часов. Тоненько ее нарезают на петербродики и вперед в продажу. Я имею в виду, свежего, причем свежего, охлажденного лосося, потому что там эта рыба проверяется, особенно в ресторанах и так далее. Вот так вот. Да, они делают сахаром, увеличивают, она улучшает вкусовые качества и так далее, но эта рыба не для хранения. Эта рыба, покушали, вернее, и то, что ее не просаливается, она даже не просаливается до конца, она поверхностно просаливается, а в толще мяса она не просаливается. И все равно, когда ешь, да, ну, ешь сырую рыбу, я уже об этом говорил, с поверхностным просаливанием, просаливанием самого мяса. Вот. Вот так вот разделал рыбку. Вот они вот такие кусочки. Они малосольные, она рыба, они пересоленные, сто процентов. Сейчас ее украшу, как блюдо. Ну, и можно, конечно, красиво нарезать, это я вот просто разделал. Можно, конечно, красиво разделать и подать на стол. Также можно сделать в утребродике. Цвет, видите, ничего не изменился. Рыба мытая, была холодной водой. Мойка рыбы осуществляется в любом случае. Хоть вы что говорите, рыба, это один из самых небезопасных продуктов. Если заразиться, то можно очень долго болеть. Поэтому, первое, что, самая первая дезинфекция рыбы, это ее мойка, как до разделки, потом после разделки и так далее. А теперь украшаем. Так что, если кто говорит, что всемужный посол к семге не имеет никакого отношения, ну, у этого человека знание о рыбе, знание о рыбе на уровне начальной школы, первый класс, первая четверть. Это вот такое мое мнение. Семужный посол, он и пошел от семги, когда еще старый, там, 16-17 век. Наши монахи, монахи с этих столовецких островов, там, монастырей и так далее, солили эту семгу, именно всемужным посолом. Они солили ее со льдом, с морской солью, потому что другой соли у них не было. С морской солью она вот обсолилась, потом подавалась на царский стол эта семга, поморы и так далее. И потом только уже, уже в 20 веке, утвердился стандарт рыбы семужного посола. Также можно украсить зеленью, петрушкой, укропчиком, сухим, свежим. Все, блюдо готово. И поверьте мне, это очень вкусно. Это вкусная рыба, посоленная, просоленная, малосольная. Рыба огонь. Вот сейчас чувствуется, что она, она малосольная. Она не пересоленная, она малосольная, все. В этом рассоле ее очень сложно пересолить. Чтобы она пересолилась в этом рассоле, в котором 120 грамм соли на литр воды, ей надо, ну не знаю, что, но она достигнет там процентов 6-7 соли буквально. Ну, через недельку. Тогда она выровняется по соли, да, но это на низкие температуры. И она будет содержанием соли, тем, 6-5,5 процентов. В данном случае, здесь даже 3,5 процентов нету содержания соли. Вот в этой рыбке сейчас. Она очень вкусная, малосольная, но она просоленная по всей толще мяса. Всем удачи, всем добра. В новом году всех благ. Ну, конечно же, до новых встреч. Будет еще очень много интересного. Много познавательного о рыбе, о ее фактах жизни, о названиях всяких вот таких вот старинных рыболов и так далее, к примеру. Семка лох. Так что впереди еще будет очень много интересного. Всем удачи, всем добра. Здоровья. Вот самое главное, здоровья в новом году. Продолжение следует...